В эфире Бук ТВ итоги недели. Я Виктория Саченко и корреспондента информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что нового и интересного произошло в городе Бресте. Коротко о главном. Полвека на страже свердет с малышей. 50-летний юбилей отмечает детская областная больница. День автомобилиста празднуют в Беларуси. Кто они знатоки дорожного и машинного дела? Когда история – залог успешного развития будущего, день рождения в ЛКСМ отмечается в областном центре. Обо всем подробнее прямо сейчас. Детское счастье и детское здоровье – два понятия, которые волнуют не только родителей. Особое внимание этим вопросам уделяют и те, кто посвятил свою жизнь очень важной и нужной профессии – докторам. Вот уже полвека на страже здоровья малышей всей Брестской области стоят врачи региональной детской больницы. Сегодня это большой, укомплектованный коллектив специалистов, знающих свое дело, умеющих найти подход к каждому крохе. Накануне торжественные мероприятия в честь юбилея учреждения прошли в областном общественно-культурном центре. Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Вот уже пять десятилетий юные пациенты всего Брестского региона получают квалифицированную медицинскую помощь в областной детской больнице. За полувековую историю учреждение стало современным многофункциональным комплексом, специалисты которого находятся на страже здоровья малышей 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Категория помощи и диагностики от физиотерапевтических процедур до консультаций по вопросам неврологии, гематологии, пульмонологии, травматологии, хирургии, нефрологии по инфекционным заболеваниям и заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Таким образом, сегодня больница укомплектована специалистами как узкого, так и широкого профиля. На базе регионального учреждения есть необходимая техника и оснащение для оказания комплексной помощи детям. Труд докторов значим не только для Брестского края, но и в целом для страны. На сегодняшний день показатель младенческой смертности в нашей области один из самых низких в Республике Беларусь. Он составляет 1,93 промилле. Показатель детской смертности тоже одни из самых низких. Поэтому нам есть чем гордиться, и мы с удовольствием встречаем этот юбилей. Но хочется еще сказать слова благодарности. Благодарности руководству нашей области, слова благодарности министерству и тем людям, которые работают, отдают частичку себя для того, чтобы достичь этих показателей. Круглая дата 50-летний юбилей собрал в стенах областного общественно-культурного центра всех тех, кто в разные годы был и сегодня является частью большого коллектива детской областной больницы. Поздравить настоящих профессионалов пришли представители Министерства здравоохранения, областного исполнительного комитета, взаимодействующих структур, которых в своих обращениях желали учреждению и медицинской команде не останавливаться на достигнутом, а идти дальше к новым вершинам. Очень важно, что те традиции, которые есть в вашем коллективе, они передаются из поколения в поколение. Я желаю всем вам здоровья, благополучия и, чтобы самое главное, у ваших родных и близких все было хорошо. Конечно же, особую торжественность мероприятию придала церемония награждения. В присутствии коллег свои заслуженные грамоты и благодарственные письма получили наиболее отличившиеся сотрудники больницы. За каждым дипломом стоит большой труд, бессонные ночи, проведенные у кровати больных малышей и постоянные волнения за их самочувствие. Ведь главное для докторов Брестской детской областной больницы – это счастливые улыбки ребят, получивших шанс жить, улыбаться, радоваться каждому новому днём. Мы начинали 50 лет назад из трёх маленьких отделений. Сегодня это уже три огромных, ну пусть не огромных, хотелось бы больше, но это три больших корпуса, где одновременно можно разместить 400 человек. И за год оказать помощь 60 тысячам, тоже уже сегодня эта цифра прозвучала, деткам – это помощь неоценимая. Я думаю, что мы можем достаточно хорошо справляться со своей работой, у нас есть для этого все возможности и аппаратуры, и главное кадры, за которые я уверен. Новую страницу истории детской областной больницы начинает с яркого события. В учреждении в рамках поддержки Японии будет закуплена медицинская техника, а благодаря содействию Министерства здравоохранения и представителям местной вертикали власти уже ведутся работы по проектированию нового корпуса. Мы выиграли два гранта. Один грант с правительством Японии, называется «Корни травы». Его стоимость около 80 тысяч долларов, и на эти деньги будет закуплено оборудование эндоскопическое, артроскоп. Это оборудование позволит увеличить, улучшить доступность помощи, улучшить качество помощи. Также в ближайшее время мы ждем подписания договора по трансграничному сотрудничеству, в рамках которого тоже будет модернизирована кислородная станция нашего учреждения, сокуплены новые реанимобили. Праздничные мероприятия прошли, а работа докторов, медицинских сестер и в целом всего коллектива детской областной больницы продолжится. Они по-прежнему будут бороться за жизнь и здоровье малышей всего региона. Они сохранят преданность верному делу, зная, что их труд важен и нужен. С последнего воскресенья октября свой профессиональный праздник отмечают дорожники и автомобилисты. В государственном праздничном календаре дата была установлена в 1995 году, но отсчет истории его проведения стартовал гораздо раньше. В следующем материале выпуска мы расскажем о виновниках торжества. В Бресте практически полвека назад начал свою деятельность дорожно-строительный трест номер 4. Об отношении его специалистов к праздничной дате, а также дне сегодняшнем предприятия, узнала наш корреспондент Анастасия Стропко. Подробности далее. Дорожно-строительный трест номер 4 создан в Бресте без малого полвека назад. Юбилей предприятия отметят в марте 2020. Нет сомнений, к дате трест подойдет с новыми достижениями, но и сегодня, в канун очередного профессионального праздника, предприятию есть о чем рассказать. Основное направление деятельности – строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог. И надо отметить, транспортные артерии, созданные специалистами предприятия, есть не только в Бресте, области или стране, но и за их пределами. Трест, в принципе, это не только организации, это те традиции, которые мы хранили, приумножаем, благодаря которым мы и развиваемся, и уверенно смотрим в будущее. Организация достаточно успешно сработала в 2018 году за 9 месяцев. Сегодня мы подвели итоги за этот период, назначили свои перспективы на последний, завершающий квартал 2018 года, и, разумеется, перспективы на начало 2019 года. Можно сказать, что эти перспективы достаточно устойчивые. Результаты экономические, они также положительные. Безусловно, не сомневаюсь, что они будут сохраняться и до конца 2018 года, и перейдут к 2019 году. В состав Треста входит 4 управления в Бресте, Барановичах, Пинске и Дрогичне, а также гравийно-сортировочный завод. Сегодня на предприятии трудится порядка 700 человек, и именно коллектив – это главный и самый ценный ресурс. Специалисты Треста, к слову, считают свой профессиональный праздник не только днем отдыха, но и своеобразным трудовым рубежом. Это, во-первых, и объединение, очень сильное, которое происходит между людьми, ну, будем так говорить, и в формальной, и в неформальной обстановке. И своего рода подведение небольших таких итогов промежуточных годов, то есть от праздника к празднику. Послужной список Треста широк, но здесь не выделяют особых объектов. Не делят работу на простую и сложную. К каждому проекту подходят ответственно. Сегодня понаблюдать за работой специалистов можно, к примеру, в сердце областного центра. Именно это предприятие расширяет возможности Кобринского путепровода. К слову, в настоящее время работа идет над второй частью конструкции. А к лету 2019-го в городе над Бугом будет функционировать новый шестиполосный красавец-мост. Основная его, наверное, сложность заключается в том, что это все-таки центр города. И чтобы не сдерживать потоки транспортных средств, приходится довольно много сил и труда закладывать в плане организации движения. На данном этапе новый путепровод уже построен, по нему идет движение. По второму путепроводу старому уже произведен полный демонтаж. Со стороны центра города уже возведено земполотно в геометрических параметрах. В этом году до наступления мороза надеемся уложить нижние слои асфальтобетона на стороне подхода. Ну и, в принципе, ничего, я думаю, не угрожает сдать его вовремя. 15 июня, как было запланировано по графику. Будем стараться сдать раньше. Брест к радости путешественников развивает свою воздушную гавань. Аэропорт модернизирует, увеличивается количество рейсов. Важную роль в деле играет качество взлетно-посадочной полосы. Ее обновлением и занимался четвертый трест. Результат – коэффициент упругости увеличился почти в два раза. Ограничения, которые были по взлету, посадке воздушных судов, практически сняты. Например, здесь спокойно может приземляться дальнемагистральный Boeing 767-300, а также все авиалайнеры марки Airbus. В этом году знаковый и важный объект был для нас, и престижный объект – это ремонт и конструкция Брестского аэропорта. Работы по нему завершены были в две очереди. Первая очередь была закончена 29 мая 2018 года, и в начале октября были завершены работы по второй очереди. И ответственность по работам, связанным взлетно-посадочной полосе, она более серьезная, чем те требования, которые выдвигаются для этого конструктивного элемента, чем для автомобилей дорог. И хочу отметить, что мы выполнили свои обязательства и претензии, как у заказчика, так и, надеюсь, и пассажиров аэропорта. В нашей работе нет и не будет. Строительство и реконструкция дорог, мостов и взлетно-посадочных полос – процесс сложный. Для его успешного проведения важна квалификация и предприятия в целом, и каждого отдельного работника. К подбору кадров в Тресте подходят внимательно. Здесь точно знают, каким должен быть специалист и уверены, стать настоящим профессионалом в дорожном строительстве можно, но нужны желания и упорство в достижении цели. Специалист должен быть грамотным. Сейчас, на данный момент, у нас идет технология вперед, во-первых, и не стоит на месте. У нас уже стоят навигаторы, стоят эти. Сейчас мастера-прорабы уже не пользуются, можно сказать, нивелирами. Сейчас новые приборы, и она движется все вперед. Во-первых, очень грамотные должны быть специалисты. Также идейные, я считаю, человек, который видит вперед свою идею, он и двигает ее, и идут вперед, и люди за ним двигаются. Те люди, которые с опытом у нас работают, соответственно, возле них еще можно подучиться, они обеспечивают свой уровень практики при старых кадрах, которые на данный момент еще находятся в лесу 32. Это очень важно. Те же мастера, которые приходят с высших учебных задений, они трутся, обтираются возле права, который имеет немного опыта в работе. Наград за труд в копилке работников предприятия немало. Накануне профессионального праздника их стало больше. Только в управлении за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад было отмечено более десятка человек. Почетной грамотой Министерства транспорта и коммуникаций награжден генеральный директор Игорь Шугаев. Но дорожники подчеркивают признание заслуг приятно, но не повод останавливаться. А потому в поздравлении звучали слова о крепком здоровье, необходимом для покорения новых дорожных вершин. Я хочу поздравить всех, кто работает ДСТ-4 и, разумеется, всех, кто связан со строительством дорог, с этим праздником профессиональным. Пожелать, прежде всего, здоровья, здоровья, сил, терпения и, конечно, веры. Веры в то, что какие бы обстоятельства ни были, мы их все преодолеем, сможем преодолеть и будем развиваться. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрите «Итоги недели» на Буктовое. Говорим о важном и актуальном. Следующий материал выпуска продолжит тему поздравления с профессиональным праздником. Днем автомобилиста прозвучат от сотрудников компании «Белла Автономия». Компания с солидным стажем и опытом работы на рынке продаж автомобилей и сервисного обслуживания. Сегодня именно «Белла Автономия» является официальным дилером завода «Беллджи» и сотрудники ее уверены. Бренд белорусско-китайского производителя автомобиль «Джили» завоевал своего покупателя. Когда за продажу нового бренда берется компания с многолетним опытом работы, такая как «Белла Автономия», это значит, что автомобили завоюют рынок. Сегодня на автомагистралях Брещены уже не редкость увидеть кроссоверы «Джили». Они успешно осваивают наши дороги. Водители успели оценить качество и надежность бренда. Тем более модельный ряд постоянно пополняется и совершенствуется. В сентябре стартовали продажи обновленного кроссовера «МГранд Х7» стоимостью от 31 тысячи белорусских рублей. Однозначно этот автомобиль займет лидирующие позиции в своем классе за счет просторного салона, а также богатого оснащения уже в базовой комплектации. Около 20 предварительных заказов уже принято на седан «МГранд Х7» с нетерпением. Мы и наши потенциальные покупатели ждем дебюта обновленной модели, которая планируется в середине ноября этого года. Автомобиль покупают со вкусом и настроением, потому что приобретение серьезное не на один год. Так считает брещанин Андрей Воробей, а потому пришел прицениться именно в дилерский центр «Джили». А еще, что немаловажно, здесь предлагают прекрасные кредитные возможности. Хочу прокатиться, протестировать, покупать собираюсь, потому что хорошая рекламная кампания идет по поводу больших скидок, проценты в белорусских рублях привлекают, ну и сама машина привлекает своим внешним видом, поэтому вот пришел глянуть, выбрать, посидеть, поездить и купить. Одним из важных факторов, влияющих на покупку автомобиля, являются выгодные финансовые программы при государственной поддержке, которые позволяют приобрести автомобиль в кредит по ставке 1,9% годовых сроком на 7 лет. Лизинг же доступен по ставке 1,5% сроком не более чем на 5 лет. Одно из преимуществ дилерского центра «Джили» в Бресте в том, что здесь можно не только приобрести новый автомобиль, но и пройти сервисное обслуживание и текущий ремонт всего модельного ряда «Джили». Специалисты центра помогут в выборе запчастей и дополнительного оборудования. Компания «Белавтономия» развивается в шаговой доступности к каждому клиенту, в связи с чем в ближайшее время будут авторизованы сервисные центры в городе Кобрине и городе Барановичи. Также планируем ввести в эксплуатацию собственный кузовной цех в городе Бресте. В чем преимущество автомобилей модели «Джили» кроссовера, определяют тест-драйвы. Главное преимущество – подвеска. Она очень плавно преодолевает все неровности на дороге, несколько скоростных режимов и прекрасная шумоизоляция. Плюсов достаточно. Машина и внешне привлекательна, и комфортна. Я уже и пробовал тест-драйв второй раз здесь. Мне понравилась, очень мягкая подвеска. Так что вот надо подумать, все взвесить и, наверное, купить. Кстати, оценили преимущество автомобилей «Джили» студенты машиностроительного факультета Брестского государственного технического университета, которые побывали в сердце завода «Белджи». Увидеть все воочию дорогого стоит для будущих создателей белорусских автомобилей. Сборка автомобилей очень интересно было увидеть. Раньше как-то не доводилось быть на таких заводах. И было очень интересно понаблюдать сам процесс, который происходит. И как люди собирают готовую продукцию и выпускают ее. Выпускают очень различные комплектации, то есть стоимость автомобиля варьируется и для разных представительных классов. Это повлияет на выбор вашей профессии? Да, безусловно. Даже будет хорошо, если университеты будут больше делать таких экскурсий, чтобы студенты видели именно не теоретическую часть материала университета, а именно посмотрели не в интернете, а именно своими глазами, чтобы походили, почувствовали себя в роли инженера. Это очень интересно. Хотелось бы поднять нашу белорусскую машиностроительную промышленность на мировой уровень. И я бы, если честно, с радостью принял в этом участие. Итак, сегодня можно сказать, что час икс пробил. Кроссоверы «Джели» завоевывают рынок. Это тот случай, когда качество и цена соответствуют друг другу. Это подтверждают профессиональные водители. Приглашаем гостей и жителей города Бреста посетить автосалон по улице Морозова, 28А. Также хочется поздравить с праздником всех автомобилистов, пожелать зеленого света, попутного ветра, комфорта в пути с автомобилем «Джели». Лариса Осмолович, Эдуард Букунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для программы «Итоги недели». Город над Бугом активно готовится к своему первому тысячелетнему юбилею. И несмотря на свой возраст и многовековую историю, молодеет на глазах. Горожане привыкли к переменам, которые происходят в Бресте, порой не обращая внимания на детали. Поэтому всегда интересно узнать, что же думают о нашем городе гости. Те, кто приезжает к друзьям или находясь проездом. Какое впечатление о приграничном местечке увозят иностранные туристы и хотят ли вернуться сюда снова. Семейной парой из далекого Хабаровска познакомилась наш корреспондент Ирина Альшова. В Брест Вячеслав и Елена приехали на автомобиле, чтобы исполнить давнюю мечту – побывать в Брестской крепости. С коренными хабаровчанами Вячеславом и Еленой наша съемочная группа познакомилась у стен Брестской крепости. Семейная пара приехала в гости к друзьям на автомобиле, преодолев почти 10 тысяч километров российских и белорусских дорог. Вячеслав Коновалов с детства интересуется историей времен Великой Отечественной войны. И, как признается мужчина, много лет назад, прочитав о подвиге защитников крепости, мечтал побывать на священной земле легендарной цитадели. Когда ты смотришь кино про войну, в частности, про Брестскую крепость, про все, это все равно, ты понимаешь, что это кино. Где-то там спецэффекты, то все, и только попав сюда, я, наверное, реально прочувствовал катастрофу, которая здесь произошла. Только побывав здесь на месте, ты понимаешь, да, ты видишь эти руины, ты видишь все, ты вот читаешь, и ты понимаешь, что здесь произошла огромнейшая катастрофа. К моменту нашей встречи Елена и Вячеслав уже успели побывать в центре Бреста. Погуляли по улице Советской, сфотографировались на Гоголевской аллее. Визит в Брестскую крепость стал кульминацией их знакомства с городом. Поэтому в археологический музей Берестия российские соседи отправились по нашему совету. И, как оказалось, не зря. Колыбель Бреста произвела на гостей огромное впечатление. Впрочем, как и сам город над Богом. Красивый, чистый город, спокойный. Не знаю, мне очень понравилось. Да, жизнь без суеты. Спокойная такая, размеренная, никуда никто не бежит, никуда никто не торопится. Все идет так, спокойно, равномерно. И все, однако же, делается. Не стоит на месте как-то вот. Ехали по городу, смотрим, и там какие-то новые районы появляются, как вот везде. И старые какие-то домишки, все, вот церкви красивые. Очень красивый город, мне понравился. Крепость, у меня все равно впечатление, как бы вот это, ну это осуществление мечты, так скажем. Поэтому я только зашел, все, у меня сразу бал. Я попал туда, куда я хотел. Мечтал всю жизнь, всю жизнь мечтал. Дожил до 45 лет, да и осуществил, можно сказать, то, что хотел. Редко, когда мечты, да, вот так сбываются. А когда она сбылась, когда вот ждешь, ждешь, и она сбылась, это, конечно, эмоции. Тут передать словами просто невозможно. К слову, брестские друзья хабаровчан Лилия и Александр живут в областном центре 12 лет. Семьи вместе жили в Приморье, но судьба вернула Лилию Кириенко с мужем на родину в Брест. С тех пор друзья поддерживают отношения на расстоянии. И это первый визит россиян в Беларусь. Эти друзья настолько близки за столько лет дружбы, что мы считаем их своими родственниками. Потому что нас дружба связывает давно, уже больше 22 лет. Семьи как-то одинаково у нас быстро организовались, и дети родились так как-то рядом. Поэтому мы уже родственники, по сути дела. Мы показали самые хорошие места и Гоколя, вот это наша аллея, да. И вот тысячелетия, это вот наша стела, все. И рассказали, как вообще город живет, чем живет тысячелетие города, готовимся. Как признаются Вячеслав и Елена, путешествовать они любят особенно на машине. После Бреста пара отправилась в Калининград. Затем их путь пройдет через Европу. Путешествия, считают хабаровчане, делают жизнь интереснее. А впечатления не купишь ни за какие деньги. Поэтому Брест навсегда займет в их сердце отдельное место. Ирина Альшова, Павел Малышонок, Дмитрий Лазарчук. Специально для итогового выпуска. Конец октября и начало ноября. В нашей стране уже не первый год проходит под знаменем месячника «Человек с белой тростью». Инициатива призвана привлечь внимание общественности к жизни и проблемам людей, которые имеют заболевания органов зрения. В рамках месячника проводится целый комплекс мероприятий и на Брещине. В числе традиционных ежегодный конкурс «Я самый реабилитированный». Тему продолжит Анастасия Стропко. Конкурс «Я самый реабилитированный» проводится на Брещине не первый год. У соревнований «Солидная история» в 2018-м свои знания и навыки в чтении и письме по системе Брайля, владении компьютерными технологиями, а также пространственном ориентировании проверяли 10 человек. Представители различных районов области. Конкурс рассчитан на два дня и в первый борьба шла по двум номинациям из трех. «В этом году у нас участвуют представители из семи первичных организаций области. Есть Ивацевич, Иваново, Кобрин, Брест, Пинск. Номинации у нас уже традиционные, три номинации. Первая сегодня мы проводим, у нас идет конкурс «Чтение и письма по системе Брайля». Вторая номинация, они показывают свои навыки в элементарном пользовании компьютером. И завтра мы будем проводить номинацию «Мобильность и социализированность». Члены жюри отмечают, с каждым годом уровень конкурсантов растет. К соревнованиям многие серьезно готовятся и не опускают руки при появлении трудностей. Ну, как-то самому интересно, просто хочется доказать себе, в первую очередь, что я чего-то стою. Во второй день конкурса его участники соревновались в мобильности и социализированности. Необходимо было не только преодолеть расстояние из пункта А в пункт Б, но и в этом самом пункте Б, протезно-ортопедическом ателье, подобрать себе подходящую трость. Кто-то быстрее, кто-то медленнее, но с поставленными задачами справились все участники конкурса. Я принимал удел уже не в первый раз в конкурсе, я с 9 класса, со школы. Когда я учился уже в Бенковской школе, принимал удел. И я решил уделенчать в этом конкурсе, потому что мне подобаются номинации читания и письма по системе Брайля. Еще подобается вельми проходить маршруты, потому что, когда проходишь маршруты, ты обучаешь город. К слову, в следующем году организаторы областных мероприятий «Месячника» «Человек с белой тростью» обещают серьезные изменения в их структуре и динамике. Будут и встречи, и демонстрации тифотехнических средств, и презентация «Человека года» и знакомство с фондом специальной библиотеки. Планируются также две номинации – «Литературная страничка» и «Музыкальная гостиная». В их рамках желающие смогут поделиться результатами своих творческих поисков. К другим темам. Сто лет назад в молодом государстве молодежь объединилась и организовала союз. Впоследствии его назвали Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи. Конечно, его уже давно нет, но многие вспоминают о нем с большой ностальгией. Все, чего добились и обрели наши бабушки, дедушки, отцы, матери, сегодня поддерживается и сохраняется самой массовой молодежной организацией в стране – правоприемником Комсомола БРСМ. Для сотен брещан день рождения в ЛКСМ продолжает оставаться одним из самых любимых торжеств. Праздничные мероприятия на этой неделе охватили весь город. Тематические встречи, выставки, акции, концерты – все для того, чтобы сохранить и приумножить традиции. Комсомол – это целая эпоха. Время показало, что в ЛКСМ был уникальный, не имеющий аналогов в истории общественной организации. Более 200 миллионов юношей и девушек прошли комсомольскую школу. В зиткой ушедшей советской эпохи стали ударные комсомольские стройки, освоение целины. Многие проекты были вписаны в историю развития науки, культуры, спорта. То, что бывших комсомольцев не бывает, уверены Николай и Мария Жук. Годы своей юности они вспоминают с большой ностальгией. Для них комсомол – не просто организация. В ней они встретились, полюбили друг друга и поженились. Это было интересно, даже вот тот энтузиазм, который в то время был, какой-то подъем патриотический. Не было такого слова, что я не хочу, не буду. А если надо, значит ты идешь и делаешь ту работу, которая необходима. Наша судьба комсомол. Это судьба и семейная жизнь. И ее не удержала партийная работа за вором райкома партии Малорицкой. И вернулась в Иваново. Я в Примаки туда не поехал. И вся жизнь наша последующая проходит в Иваново. Сын там живет, работает два внука замечательных. Эпицентром праздничных комсомольских событий стал Брестский академический театр драмы. Здесь можно было встретить тех, чья молодость неразрывно связана с ВЛКСМ и тех, кого сегодня называют правоприемниками легендарного комсомола. Активисты самой массовой молодежной организации в Беларуси. Сегодня продолжают идеи ВЛКСМ, интерпретируя их в соответствии с условиями, которые диктует современная жизнь. Я хочу видеть организацию, конечно же, более сильной. А силу ее будет в том, что когда молодежь будет активной. Потому что на самом деле мы хотим черпать эти идеи. И скажем так, мы хотим, чтобы у нас очень много направлений различных деятельностей. И мы не хотим распыляться, а точечно все эти направления реализовать. Нам не нужно, чтобы один молодой человек занимался всем, по чуть-чуть. Вы сами знаете, что когда человек занимается всем, может ничего не получиться. А если человек выберет в нашей организации то направление, которое ему интересно, и будет им заниматься и вовлекать молодежь в это направление, тогда действительно мы достигнем больших результатов. Деятельность БРСМ может вызывать уважение или подвергаться критике, но так или иначе сегодня о них знают, об их работе говорят. 100 идей для Белоруссии, цветы Великой Победы, студотрядовское движение. Молодежная политика в Бресте развивается. Одно из основных направлений – волонтерская. Весомый вклад активисты БРСМ вносят в благоустройство города. На этой неделе точкой притяжения стал парк тысячелетия. Здесь собрались самые активные юноши и девушки – ветераны комсомольского движения, депутаты, представители власти. Клены и дубы, которые участники акции массово высаживали в парке, символизируют преемственность двух молодежных организаций. В парке тысячелетия нашего города Бреста мы решили заложить эту аллею. В сегодняшней акции принимает участие 100 человек. Это и ветераны комсомольского движения разных лет, и, конечно же, молодежь города Бреста. Очень приятно, что именно в парке тысячелетия это закладывается, потому что мы оставляем частичку своего настроения, своей души и самого себя. Конечно, очень приятно, что именно в этой акции принимает участие наша молодежь. С учетом того, что парк – это парк тысячелетия, он так и назван, парк тысячелетия, поэтому я думаю, для наших граждан это будет какая-то особая такая изюминка и привлекательность именно прийти сюда погулять, тем более здесь видно, что уже вырисовываются очень красивые тропинки, очень красивые дорожки. Как вы знаете, уже прошлый раз мы закладывали здесь вместе со священнослужителями аллею кедровых елей. Поэтому я думаю, что это будет очень привлекательно для наших граждан и гостей нашего города Бреста. Финальным аккордом празднования столетия в ЛКСМ стал праздничный концерт. В ходе встречи были награждены лидеры комсомольских организаций разных лет и активисты нынешнего союза молодежи. Во времена в ЛКСМ говорили так, что ЛКСМ – это кузница кадров. И это действительно так. БРСМ должен тоже перенять вот этот лучший опыт комсомольской организации в ЛКСМ. И сегодня действительно стать. И я скажу, что может быть не так быстро, но Республиканский союз молодежи, он все-таки перенимает то лучшее, что было у ЛКСМ и потихонечку внедряет в нашу жизнь. Виктория Саченко, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50, утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события и факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте. 54-63-67. Мы вас услышим. Прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. А я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 28 октября погода в городе Бресте в основном будет определяться неустойчивыми воздушными массами северного происхождения. Скажется влияние фронтального раздела. Ветер северной четверти умеренный, ночью в отдельных районах порывистый. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-7. Днем воздух прогреется до плюс 8. 29 октября областной центр будет находиться под влиянием активного фронтального раздела. Ожидаются сложные погодные условия, ожидаются осадки в виде дождя. Плюс 4, плюс 6. Температура воздуха ночью. Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 12. Субтитры подогнал «Симон»